всем привет с вами не узнается вы на канале фрикаделька а это у нас понедельник рэндала да всем привет продолжаем пятый день до кольцо где-то дома а бар закрыт ран и ранний бар до непонятная маска кровавая перчатка сигарета жетон полицейского пирог и куча всякой шляпы так черного входа тоже закрыта ладно разобрались с этим понятно понятно окей валим тогда а чё нам делать вообще стоп мы дома были дома чуть женщина нет он не хочет там женщина но уже на морте у него и так далее по моему не по-моему хочет заходить там ничего делать на пирог взяли пирог взяли у бабули нормально но это по-моему было вчера или сегодня да он хочет заходить наверх выходили а наверх сейчас попробуем ну тут дохуй голубей не поменял почему их осталось а почему-то съел голуби одно туда одного голуби он сюда вверх поднял а чё лестница он ничего не говорит тогда пожарная лестница ничего интересного дома он хочет нормально все посадут делать нечем оптимара там ничего дома нет а точно мы заход зашли да тут пустота блин беда какая может ей пирог дать крыло не двигается так ну тут женщин это и нету а куда она ушла ладно не женщина соли чё так грустно я не помню посты сказал соли и золот ну девушка бы хоть сказал бренд у сколько лет 30 максимум девушка девушка лет все еще не работает не знаю видимо кмату пошла зачем сказать что она случайно переспала с его другом что она все бросает его бросает она выходит замуж за рэндал наконец-то пойдемте пойдемте к мэту тогда думаешь к мэту на куда еще так мы топаем хотя может психотерапевт работает кстати там морда все еще нашел его тренд уже возмутился этим момент надо сходить посмотреть но а все вспомню тут надо у мальчика еще шарик а на шарике отжать он не дает него этот пистолет дай сигарету пошел она давай ну а вот уже сидел этот пирог ничего не хочет секрет он тоже не хочет лучше оставлю себе и конечно же ум это дома даже ничего нет все я ну давай ладно пойдем попробуем психотерапевту ну что на шарик а у чарли то открыто нет чарли поможет до открытого там уже просто может быть маску ему дать смотрим ну там безлучная радио это так это еще еще ужас дэмо масса а у сон не хочет лучше не трогать его все правильно маску никому не отдам эту маску мы встряли опять смотри на нее хоть маска красного капитана о пансон а ты одевать ее умеешь у я тебя сигаретку тоже они не подожди поворот а во нужно бы смогла просто туда пробраться но сейчас нужно найти мэтта а подожди так это мэтта хочет все еще найти нам просто нужно мэтта сейчас искать а где он мы вам всех во всех заколуках уже обыскались что-то как-то да но может быть он упал в люк какая-то подсказка куда мы это вообще мог пойти там не знаю заблеванного искать надо и все но мне кажется вам баре блин сидит рано еще замутил там с барменши он не хочет понятно крикни нет там никого и тут никого нет поэтому хероса всем он как это упоролся пожалуй лучше его не тормошить да тут никому ничего нельзя обратиться все уже устали рандал усугубил все ну очевидно мы это надо искать ум это пещера клейтона мы были только что мы это только у мэтта искать в принципе да ну туда как добраться на видимо нужны шарик закрыта может а может соседка что-нибудь сушить доброе скажем даже не возвращалась думаешь может соседка что-нибудь интересное скажет ну или надо с мелким что-то сделать их херзной мы так-то убили продавца хот-догов он жив наверно там закрыто таборетку можно попробовать задевать что я не пробовал а ее нельзя ничего сделать окей окей это хлипкая посмещает что она хлипкая а заборча 1 хватит на забор тыкни не прозабираясь сюда не ходят здесь не пройти тут скажет водопроводная система здания лучше не надо не вижу причин конечно же читам нас есть это просто тупо а может быть и и не согласен железной штукой я не знаю укрепить вот этой вот пластиной но не не а предложи пацану этот пистолетик водяной да я вам предлагал же он не ходит нет не выигрывая ножки надоели ладно а держи значок он не может на маску не даст эту маску да ну понятно для чего она нужна давай давай попробуем все таки сходить ганта соседка тук-тук пусть соседи все слышат закрыто лифт позвони да уже рендал лифт кстати а может прикол с домом мортира вас работает может быть давай сука мэтт ты там и 4 дрался если ищешь мэтью ты опоздал он же умер опять каком смысле я видела как он уходил минут пять назад он был пьяный в холм собирался в бар чтоб добавить этот парень безнадежен давайте не боимся и чеков поступком а как же тогда судить ну не знаю по внешности удобно все отлично пойдем в бар ааа господи всего то надо было блин да 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 не взлом не смог взломать дверь ну карту сломал нам кстати тебе видимо она больше не нужна яように мы не можете бы иметь больше двух видов оружия на времени ты там интересно солей так отец и рой видим он не дошел Йоу! Вау! Олень, какого хрена? Это ты? А ты так как думаешь? Йоу, корневалый. Алло! Фига себе, я бы любую цену заплатил, чтобы залезть в эти трусики. Если ты опять начинаешь издеваться, я не в настроении. У тебя плохой день, чем я могу помочь? Что тебе нужно? Хочешь потанцевать? Нет, Рэндл, я не хочу танцевать. А что такое? Нельзя потанцевать с любимой официанткой. Кстати, ты сегодня выглядишь просто потрясающе. Замолчи, Рэндл, и хватит пускать слюни. Как же я устала вытирать твои телесные соки, господи! Извини, я просто... Да, я пошутила, придурок. Хе-хе-хе. Вот это да, ты еще юморная, все при тебе. Ну, давай. Не хочешь сходить на свидание? Свидание? С кем? С кем-то из твоих дружков? А он такой же забавный и симпатичный, как ты. Да, можно и так сказать. Какой он? Ты меня заинтриговал. Ну, он сейчас бегает тобой. Ты приглашаешь меня на свидание? Ну да, а что? Мы с тобой вместе. Ага, будет весело, что скажешь? Весело? Да, после свидания с тобой мне бы... Как вентура. Все, что есть в ванной, чтобы длить запах Рэндалла. Кажется, уже какая-то запредельная жестокость. Извини, переборщила. Но ты же сама только что сказала, что я забавный, симпатичный. Да брось, Рэндалла. Тебе не знакомо понятие сарказм. Мы с тобой вместе. Что за бред? Считаешь я урод, да? Не в этом дело. Сначала ты мне даже показался симпатичным, но когда я заглянула в твою душу, в эту бездонную черную дыру... В дыру? Что? Да ладно, ты же просто мусор, сам знаешь. Да, ты даже хуже, чем мусор. Ты как токсичные отходы. Рядом с тобой даже дышать смертельно опасно. Эй, да в чем проблема-то, Элейн? А в чем твоя проблема, Рэнди? Я знаю про вас, Салли. Твой лучший друг должно быть в отчаянии, а ты являешься сюда, заигрываешь со мной. Я бы плюнула тебе в рожу, но у меня во рту пересохло, когда я думала про токсичные отходы. Ясно. Знаешь, мы с Салли давно знакомы, и я, честно, не понимаю, как тебе удалось ее в себя влюбить. Но учти, твои дела разрушают жизни других людей. Да знаю я, мать твоя, я пытаюсь ее исправить. Плохо пытаешься. Все, мать, не забегал? К сожалению, забегал, недавно ушел, бедняга совсем сломлен. По крайней мере, он пока жив, уже неплохо. Неплохо? Он просто опустошен, никогда не видел его в таком состоянии. Это ты еще не видел, я после посмотра Люди Икс 3. Ладно, я не о том говорю. Не понимаю. Поехали. Он ничего не говорил? Ну, мы с ним не только поболтали, и перемыли тебе кости как следует, сам понимаешь. Ага, старая песня. И все, твой лучший друг тебя ненавидит, тебе больше нечего сказать. Я уже пытаюсь все исправить. Что без особого успеха? Поверь мне, все могло быть хуже, сегодня он хотя бы не перекрасил кухню. Пока что. Чего? Поехали. В общем, во всем есть свои плюсы. Да? И какой же здесь плюс? Плюс в том, что ты очень красивая. Да, это ты уже говорил, прекрати, ладно? Ладно, ладно, вернемся к Мэтту, что было потом? Он велел мне наливать ему пиво каждые 10 минут, а потом отключился. С этого момента я должна была подносить ему пиво каждые 5 минут, а потом он проблевался и ушел. Хочешь. Он не говорил, куда собирается? Он много чего говорил, но я ни слова не поняла. Ты сказал, что он проблевался, но я не чувствую запаха блевотины. Какой он наблюдательный. Он проблевался в туалете. В туалете? Странно, это на него совсем не похоже. Уж поверь, я это сама слышала. Если бы тысячу человек проблевали одновременно, я бы все равно узнала Мэтта. Ясно, тогда насчет другого, Элейн. Ты сегодня чудесно выглядишь, просто отлично, роскошно. Ты опять за свое? Хватит уже. Ничего, не могу с собой поделать. Ладно, мне нужно сейчас решить пару проблем, но потом я к тебе еще забегу. Ладно. Жду, не дождусь. Окей. Ну, идем в туалет. О, господи. С теплой блевотиной. Уж нет, блевотно. Да, согласна. Посмотри хоть туда. Фу. Фу, под слоем густой блевотины что-то виднеется. Видно, что Мэтт уронил. Уронил. Ну, что именно? Ну ладно, у меня есть чем достать. Да, у нас есть перчаточка. Перчаточка есть. Давай. После этого пути назад уже не будет. Ой. Тьфу. Фу, блядь, мерзость. Что это? Это что такое? Это что такое? Маска? Это опять карточки? А, так, так, так. Значит, мы отправимся к доктору Джонсону. Придется мне его навестить. Сука. Понятно, зачем нужна маска. Да. Презервативы-то мы не откроем сегодня, нет? Может, кстати, его минированная карточка сможет. А где логика? Кому-то пора отдохнуть от игры. Ну, возможно, отчасти это и про Френдал. М? Ну, вот так вот. Кому-то пора отдохнуть. Целобая уже. Да так просто хреначишься, все. Я не знаю, чем. Да ладно, нам, видимо, не нужны сейчас. А, что, серьезно? Серьезно? Ты просто отверткой откроешь. О! У нас есть куча, почему они цветные? Ну, а как тебе разница? Типа, чтобы веселее было? Конечно, презервативчики. Презервативчики. Я представляю, а фиолетовый член, конечно, очень сильно. Презервативы, блин. А, ну, по шарике мне не отдастся. Там есть баллон с гелием. Ха-ха-ха. Все, я понял. Все понятно. Будем надувать презики. А какой смс-л? Ну, ладно. А, это что? А, это, я думал, пакет мусора, а это лампа упавшая. Ладно, валим, посмотрим. Эленд, видишь, все похороше, но скоро она вернется в свой начальный облик. Да. А, интересно, а почему она похороше, что случилось в ее жизни? Вот я тоже не знаю, что на это влияет. Что? Мы ничего не меняем. Кроме... Что-то меняется в ее прошлом, чтобы она была сейчас такой, какой она должна быть. Все, что меняется, это только Мэтт. Что он... Ну, хотя он одно и то же делает. Я не думаю, что у создателя есть вменяемое объяснение. Не знаю, почему она становится лучше, типа она, может, осознает что-то. Ладно, пойдемте к... Психотерапевтам. Да. Благо мы знаем, как он должен пойти. Может, все-таки Мэтт это уговорим? Капитан... Красный капитан его уговорит. Давай так зайдем вначале. Нет. Понятно, ладно. Ну, думаю, теперь можно выйти. Ну, да, лицо не такое, ладно. Здорово вам! Ну, по-моему, леди, которую я вижу впервые. И вам доброго утра, мужчина в маске, который мне почему-то знаком. Чем могу помочь? К вам не заходил паренек в зеленой футболке и очках? Извините, боюсь, я не вправе раскрывать подобную информацию. А, ясно. Я хочу побеседовать с доктором Джонсоном. Это срочно. Сообщите ему, пожалуйста. Простите, но на сегодня прием у доктора Джонсона окончен. А, ну, у меня вроде как экстренный случай, понимаете? Я вас понимаю, сэр, но у нас недавно был инцидент, с очень опасным больным с волосами и торчком. Поэтому мне не разрешается впускать посторонних, особенно без записи. В таком случае, мне крупное повезовье. Доктор Джонсон меня отлично знает. Простите меня за откровенность, но я не склонна верить на целое людям, скрывающим лицо под маской. Ну, тогда вы многое в жизни упускаете. Например, поцелуй супергероя, висящего вниз головой. Или... Зато меня не убьет какой-нибудь маньяк с бенцепилой. Это точно, но это не все люди в масках одинаковы. Так, и какому виду отнести вас? К тем, кто выходит на борьбу с преступностью с наступлением ночи, к тем, у кого есть сверхчеловеческие способности, и к тем не хочет, чтобы окружающие узнали, кто они. Сверхчеловеческие способности, да, Сань. Тем, у кого есть сверхчеловеческие способности. И какой вы обладаетесь силой? Могу я поинтересоваться? Ну, я пока новичок, а там ельно. Похоже, я могу портить свою жизнь и жизнь у всех моих близких. Не очень-то хорошая сила. Да, но никто не может отрицать ее разрушительную мощь. Кстати, а как насчет экстренного приема у доктора? Я же говорила, что на сегодня все занято, но я могу записать вас на завтра на утро, если желаете. Завтра поздно. Ну вот опять. Завтра я не смогу. Как насчет среды? Забудем об этом, мисс. Кстати... Конверс ему неплохо. Этому больному нехорошо. Да, бедняка Аллен. Кажется, другой пациент вызвал у него нервный срыв. Ну надо же. Он в таком состоянии с прошлой недели, и доктор Джонсон говорит, что не стоит торопить события. Попец. Постепенно он сам придет в норму. Он в таком состоянии все выходные. Но что случилось? Кажется, это было в прошлый четверг. Сюда явился этот зъерошенный человек, а с собой привел обезьяну. Чего? Ну... Они поссорились, и обезьяна приняла шевыряться экскрементами. Важно, педняка Аллен оказался как раз на линии огня. Кошмар. Это он зъерошенный человек. С тех пор он сам не свой. Типичная реакция. У Аллена? Не, у обезьяны. А известно что-нибудь об этом уроде с животиной? Доктор Джонсон обратился в полицию, и кажется, сержант Крамер уже занимается этим делом. Поэтому мы повесили у входа портреты этого негодяя. Да, просто супер. Обстановочка у вас тут немного с приветом, да? Понимаете, доктор Джонсон питает слабость к вещам, которые напоминают ему одежду. А, это вот почему игры. Я так и понял. Спасибо, что уделили мне время. К вашим услугам, сэр. Желаю хорошего дня. Да, я не знаю. А вам! Если я дам ему леща, он может очнуться? Нет, если я дам ему леща. Никогда в жизни больше не хочу с ним связываться. Такая непонятная, Мэтт внутри ли, или он уже ушел? Ну да что ты, господи, он все еще в шоке. Да человек все принимает слишком близко к сердцу. Не знаю, давай попробуем. Секретарь, похоже, толковая, хотя дамочка из метро мне тоже казалась толковой. Не хочу лишних недоразумений. Заходи. Простите, сэр, куда вы направились? В туалет не усташься дверью. Другового обезьяна! Давай. А, день рождения. День рождения, у меня есть пирог, шарики. То есть вот что надо. Да. Ну ладно, я хочу поздороваться с доктором Джонсоном. Нет необходимости, доктор сейчас принимает пациента. А, Мэтт у него. А, молодец, ты спросилась. Простите, так. А, в туалет. Неужто дверь ошибся? За кого вы меня принимаете? А, ну ладно. Доктор Джонсон в опасности, нужно его предупредить. Умоляю. Мисс, у вас за спиной там трехголовая обезьяна. Да, да, конечно. Конечно. Ладно, давай последнее. Сегодня день рождения доктора, хотел устроить ему милый сюрприз. Happy birthday. День рождения? Я так не думаю. Неужели? А когда у него день рождения? Я... Он мне никогда не говорил. Так вот, он сегодня. Уж поверьте. Хорошо, я вам верю, но всё равно не пущу. Чёрт. Подожди-ка. Так вот, насчёт дня рождения доктора. Да. Я хочу устроить для него вечеринку сюрприз. Вечеринку? Где? Да прямо здесь, где же ещё? Здесь? Не знаю. Да ладно, поверьте, мы застанем его врасплох. Это верно. Ну что скажете вы со мной? Ладно, но нужно как-то украсить помещение. Как думаете, создать атмосферу праздника? Предоставьте это мне. Вы из-за этого надели маску, да? Для вечеринки. Да, да, для вечеринки. Я так и думала. Да. И что тебе надо для праздника? Подожди. Наверное, пора взяться с днём. Нужно разобрать торт и украсть торт из для именинной. Конечно, всё не так просто, но... Всё не так просто, но пирог нужно превратить в торт. Во-первых... А чё ты ещё есть? Видимо, сигарета это свечка, я не знаю. Сразу усложню свой 10-й день рождения. Мне не досталось торта, зато я выкрую свою первую сигарету. Я бы тебе вот так и подумал, Сава. Тут как бы, ну, логично. Я не знаю, тут можно много чего наделать, на самом деле. Нет, я думаю, шарики нужно взять, у нас из праздничного только дуделка. Капсула открытая, может ли? Да нет. Ну, дуделка, типа, давай, дуделку отдадим. Чудесная деталь. Чудесная деталь. Что нужно для вечеринки? Что нужно для вечеринки? Давай, давай, давай. А, всё, ты отдал, что ли? Да, он ей дал. Замечательный торт, остается только закончить с украшениями, можно начинать вечеринку. Всё, пойдём пиздить шарики. Отлично, я сам его подам, когда закончу с украшением. А, ладно, шарики давай сделаем. Ну, пиздить мы их не будем. Ну, видимо, да, надуемся с призиками у него. Чудес, а, мозг. У него будет, эээ, гулять. Они там, да? Да. Следуйте окружение, некоторые предметы могут быть скрыты от глаз. Хм. Ладно. Сейчас у нас будет очень забавный, конечно, шарик. Ну, типа, поделать. Ну, пойди, надуй. Пойди. Не понимаю, почему церковь не одобряет изделия из резины. Ну, так-то да. Сознанительно, конечно. Ну, всё? В принципе, это... В целом, наверное, всё, шарики есть? Ну, что, даже похоже на шарики, всё нормально. Нормально всё. Он просто очень повезал, что почему-то они цветные. А. А, ну, видимо, не надо, не надо. Сейчас, наверное, ты ей шарики отдашь, и она, это... А, ну, о чём ещё чё-то надо, думаешь? Нет? Да, не думай, нет? Ну, ладно. Попробуем шарики отдать, посмотрим, что скажет. Ударить и включить. Пододвижить, ударить и включить. Так, а какие, например? Так. Автоматом уже одевает, смотри, какой Малорик. Так, у меня есть ещё шарики. Здорово. Сейчас повешу, будет очень красиво. Да, неплохо. Чё, ещё чё-то? Так, что ты думаешь? Здесь пока совсем не праздничное, всё должно быть идеально. А чё ещё надо? Чё, чё, чё ещё надо? Дуделку таки? Ну, давай попробуй дуделку. Нет, она не понимает. А пирог, она, тоже у тебя пирог всё ещё? А. Поставь ещё раз. А, всё чудесно. А, типа всё, я ей показал, что у меня есть пирог-дуделка, но, видимо, чё-то ещё не хватает ей. Музычку переключить? Газеты? Подарок? Такое чувство, что что-то из изолента надо делать. Хотя, ладно, может и нет. Подойди просто к его двери. Конус? Вот это подойдёт? Что? Нахуя ей конус? Типа каупак. Праздничный, я хз. А чё делать-то, кстати? Куда-то это поставить, может быть, я не знаю. Ну, надень, я не знаю. Я не знаю, короче... А, вон, на. А, и дай... Дай ему дуделку. На. Ну, и так, видимо, куда-нибудь. На. Нет, 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 нет. Давай. Всё нормально? Что скажете? Ну и всё, теперь попробуй ещё раз торт. Дахт идеально чудесный. Чё ей ещё нахрен не хватает? Чё-то ещё не хватает. Его разве что музычку переключить. Это подходит? Вот это вот. Он говорит, говно не праздничного украшения. Но карточка ламинированная нет. Вот это? Нет, говорит, не только ты ваше. А, это переключательница музыки, она работает сейчас? Или она не активирует? Нет, она не работает. Что-то ещё надо? Возьми, я не знаю, торт и попробуй к нему в дверь. Войти. Да не, она ещё, говорит, не празднична. Здесь, говорит, пока не празднична. Блядь, а чё ещё должно быть? Ну давай, перетыкаем в неё ещё. Это не сойдёт. Пистолет? Ну может быть, конечно. Вот это подойдёт? Нет. Не думаю. Карточка не подойдёт. Газеты не подойдут? Окей. У нас, наверное, чего-то не хватает. Жетон, может? Окей. Ну магнит на Урьякле опять. Может, свечку надо поджечь? Ну нет, она сказала, что торт идеален. Окей. Нет, здесь ничего такого нет. Мячик. Ммм, молен. Ну пойдём искать. Пойдём. Что-то праздничное, да? Музычка. Так, у тебя есть чё-нибудь праздничное? О, у него там дверь, капитан Рэд. Может быть, туда зайти можно? Есть чё-нибудь праздничное. Да, всё равно. Дверь! Это плакат. А, он же любит игры. Может, чё-то, типа, ему подарок какой-то? Это может быть к Мелу? Может быть, конечно. Забеги радио. А, я конец. Ну, ладно. Чё, в следующий раз? Да. Ладно, тогда на этом пока закончим. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.